Здравствуйте, меня зовут Елена Валий. Надеюсь, что буду вести вашу свадьбу. Ребят, как зовут вас? Давайте знакомиться. Женя. Наташа. Очень приятно. Вы стоите на пороге такого важного, ответственного события, как свадьба. И сейчас, я так понимаю, собираетесь, занимаетесь подбором ведущего. Что ждёте от свадьбы, какой вы себе её видите и на что надеетесь в отношении ведущего? Мы надеемся, что у нас будет весёлая, яркая свадьба, будет побольше шуточных, сказочных моментов игривых, чтобы участвовало бы больше гостей, так как это молодые люди в основном. Ну и от ведущего мы ждём реализации наших идей. Ну что ж, тогда давайте пройдёмся по каким-то определённым свадебным этапам, от которых, как бы мы не хотели отказаться, отказаться не сможем, потому что свадьба, она вмещена в определённые временные рамки, завязана с кухней, с вашим приездом в зал. Итак, вы приезжаете в часов пять. Ну, это оптимальное время приезда жениха с невестой в зал торжеств. Не слишком рано и не слишком поздно, время хватит на всё. Вы приехали в зал. На пороге зала вас ждут родители. Каравай, хлеб, соль, иконы. Как у вас в семье принято встречать молодых с иконами? Да. Принято, да? Родители хотели бы, чтобы этот ритуал вошёл в свадьбу. Конечно же, на парад гостей потребуется характеристика индивидуальности приглашённых вами родственников, друзей и близких. Ну, например, к вам приезжает на свадьбу любимая тётя или приходит одноклассник, с которым вы знакомы со школьной скамьи. Про него можно рассказать какую-то интересную школьную историю, а тётю представить какими-то тёплыми словами. Да, у меня была идея представить гостей какими-нибудь небольшими эпиграмками либо стишками. Вы могли бы это осуществить? Конечно же. Только, конечно, нужна тонкая характеристика ваших гостей, чтобы можно было сочинить эпиграммы или стихотворные строки. Тогда каждый почувствует индивидуальное отношение к своей особе. Это будет очень уместно. Конечно же, проходит какой-то психологический экскурс, и я пытаюсь определить психологический портрет ваших гостей, чтобы знать, на ком в будущем строить свою программу. Какие игры предлагать, какие конкурсы. Кстати, как вы относитесь к костюмированным мероприятиям? Встречайте на сцене «Цыганский Тава». Вас и ваших гостей музыканты приглашают потанцевать. Здесь все поупражняются в своём танцевальном искусстве. А потом внезапно свадьбу ошеломляет событие о том, что у невесты украли туфли. А может быть, пропала сама невеста. И тут уж, конечно же, включается ведущий. Это могут быть сказки про рыбака и рыбку, про кощея, про бабу-ягу. Это могут быть сказки на восточный лад, типа «Тысяча и одна ночь». В дом калекортере? Сказал «Царь на мой кисель». В дом калекортере «Ючай за мир». В дом калекортере «Ючай за мир». В дом калекортере ocupал по смену. Та-ра-ра. Горька, 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 Горька Девушка, извините, подвиньтесь А вот еще существует такой обряд, традиция, что ли, танцы с родителями Например, теща танцует танец с зятем, свекровь танцует танец с невесткой Ну, а папа танцует яблочко, приглашая всех ваших друзей, своих друзей на танцевальную площадку Как вы к этому относитесь? На свадьбах очень часто такие обряды и традиции используются Вот вам это нравится или вы хотели бы этого шаблона и стандарта избежать? Мы бы хотели, чтобы этого не было на нашей свадьбе Понятно, то есть вот такой эпизод надо заменить каким-нибудь более интересным моментом То ли шуткой, то ли игрой, то ли конкурсом, правильно? Я поняла Значит, в панели вы должны схватить эту бутылку Договорились? Договорились Расскажу я вам рассказ В нем 16 веских трасс Как услышишь слово? Три! Плесняйте! Три! Молодец! 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 Класс! Класс! Я часто думала, что она уже разобьется А как вы относитесь к обряду снятия фаты, например? Я просто Зелёня Аточку Розвия Аточку Спотелуем в адресе детстве Приветствую! Не имею, Зелёня! Не расчем, можно сидеть! Молодец! Молодец! Сейчас у нас часов 11 праздника 23.00 Как правило, в это время нам выносят праздничный свадебный торт Торжественно с аплодисментами Вы разрезаете торт, вас снимают видео, фото У вас остаются прекрасные фотографии на память Ну, а после этого подружки-невесты приглашаются на площадку И невеста бросает свадебный букет Как вы к этому относитесь? Конечно Город, громко, борьба у нас не долгой, но жестокой Раз, два, три! Значит, девочки ловят букет Мы поздравляем счастливую обладательницу И после этого на сцену выдвигается жених У него заветная мечта всех неженатых парней Это подвязка невесты Как вы к ней относитесь? Будет она у вас или нет? Будет, конечно Будет, мы поздравляем победителя И потом, после этого, как правило, приглашаем к праздничному столу Чтобы это был акцент на конце То есть или это последний танец молодых Вот именно в этот день Либо какое-то пожелание Чтобы невеста, жених могли сказать какое-то свое последнее слово на сегодня Я тоже считаю, что конец всему делу венец, как говорится Поэтому я предлагаю собрать всех гостей В какой-то определенный момент Ну, например, в 12 вы планируете окончить свадьбу Либо в час ночи У каждого это индивидуально В зависимости от вашего состояния Устали, не устали, готовы еще праздновать Вот, например, в 12 часов мы собираем всех гостей на сцене Конечно же, в кругу находятся молодожены Здесь можно зажечь свадебный фейерверк Бенгальские огни и так далее Звучат пожелания, поздравления в адрес молодых И, конечно же, незабываемая, неумирающая песня Мы желаем счастья вам Потом вы будете говорить благодарственное слово родителям За то, что вам устроили такой праздник Но это опять-таки по желанию Как вы к этому относитесь? Конечно, надо поблагодарить Если я вас правильно понимаю Все, что происходит на свадьбе Руководите вы Мы сидим и отдыхаем С момента вашего приезда в зал Встречи, парада гостей Застолья, первого танца Выкупа туфельки, выкупа невесты Всем этим процессом руковожу я Не переживайте Ваши гости и потанцуют, и покурят, и поговорят На все у них будет время И я все эти моменты буду курировать Вы приходите, отдыхаете, расслабляетесь И запоминайте свое событие навсегда Кришна Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому